День 88-й, как Ира забывает, присосывает. Я не ожирала. Прошло невозможно. Сплавится все, мне хочется. Так, кровь свернули по работе уже с утра. Уже просто свернули кровь. Очень не люблю глупых людей. Я не считаю себя, конечно, вассерманом. Но для меня человеческая глупость это все. Это все. А если еще попахивает диагноз, это все. Люди то ли придуряются, то ли... На самом деле такие, не знаю, то ли им нравится придуряться. Ну, в общем, кровь свернули мне сегодня. Это однозначно. Уже с утра. Но нужно собраться. Нужно собраться и поехать делать дело. Так, сегодня что надо? У меня сегодня сейчас намыть Лёху. Потом у меня... Чтобы не упал телефон, да? Потом у меня офис, встреча. Очень. Так, в общем, потом расскажу. Встреча с очень долгожданным человеком. Непростой сделки. По недвижимости. Наконец-таки она выбрала время ко мне дойти. Вот. Поэтому... Жду, жду, жду ее в час дня. А тут уже буду заниматься... Дебильным делом. Ну все, пока. Купаю своего Лёшечку. Лёшечку. Малёшечку. У нас пасмурно. Эти точки понабежали. Дождь, как и обещали, так и будет. Сейчас зайду в Озон. Заберу свой заказик. В магнит-космете хочу посмотреть. Таблетки для посудомоя. Это тоже остыня. Нет. А может быть, она в таблетках. Запыхлась. Только отошла. Так мне интересны эти детские таблетки. Вот гель для мытья посуды. Гель есть. Видишь? А таблеток нет у нас. Где у нас есть? Порошок. Гель для стирки. Нет, посудомоя здесь вот. Гель только. Все. Чё по акции? Чё по акции? Чё нету? Время 8 часов. Я приехала домой. Сделала очень красивую фотографию, когда ехала по Александрову. У нас там по большой дороге такое небо предсумрачное, да? И там идёт такой вот чёрный, надвигается как будто бы гроза. Ну, контраст такой на небе. Я подумала, ну, красиво скажу, что дождь идёт и всё остальное. Ну, и оказывается, это горели покрышки. Там где-то на дороге. Это столб дым, оказывается. Так, ребят, я заехала с покупочком. Сегодня мы с вами сделаем простой быстренький салатик. Что я купила? Бананы. Базилик. Нам понадобится, не помню, есть или нет, хлеб. Лимонная кислота тоже не уверена, что нам не есть. Нам понадобится копчёный окорочек. По одному не было только два. Сметаночка кубанская бурёнка. Кукурузка. Дальше. Что я забрала в озоне? Круп. Я взяла себе и сестре вот такие дезодоранты для посудомоечных машин. Сам от меня не понравился. Он не держится на решётках. Финиш замечательный. Просто его очень оттуда хватает. И по распродаже я брала соль. Так как Samsung машинка новая посудомоечная. Кушает соли много. Достаточно, немало. Поэтому у меня там есть, но полупаковки. Ну, пока увидела, в общем, распродажа в этом на озоне. Купила за 130 рублей. Так она где-то 180-190. Ну, я раньше тоже брала её по 130 где-то. Вот. А пока увидела, взяла. Всё, начинаем готовить салатик. Ребята, что нам понадобится сегодня для салата? Вот этот кадр попадает, он просто вижу. Копчёный окорочок разделан. Немножечко я его порезала. Дальше. Красный перец. Огурчик. Помидорчик. Помидоры я использовала вот такие на веточке. Фирма Экопродукт. Кому интересна упаковка, вы можете посмотреть моё воскресное видео «Печёнка в воскресенье», где я готовила грушевую штрудель. Там я делаю обзор на доставку с Перекрёстка. И там очень хорошо видно упаковку. И фирму этих помидорок. Помидорки очень сладкие. Помидорки очень ароматные. Вот даже когда вот так плодоножку отделяешь, уже идёт такой запах вообще. Классно. Дальше. Баночка кукурузы. Но, возможно, мы её будем использовать не всё. И для заправки я вас сегодня научу делать очень вкусный соус, который по вкусу напоминает майонез. И мы не будем использовать яйца. Берём салатник. Выкладываем наши овощи. Затем корочку. Копчёный окорочок. Начинаем засыпать кукурузку. Но я думаю, что полбанки будет достаточно. Она здесь нужна для цветовой гаммы больше. Если её будет очень много, я взяла большую баночку. Ну, достаточно много. Я использовала 4 помидорки. Вот таких. И 2 огурчика средних. И половинку красного перца. Дальше. Начинаем делать заправку. Мы используем сметану 15% и в моём случае кубанская бурятка. 2 полных столовых ложки. Дальше. Сухой репчатый лук. Базилик или базилик, кто так называет. На Кубани люди называют базилик. У меня здесь прям пол чайной ложечки осталось. Мы его и высыпем. Дальше. Сухой чеснок. У меня тоже здесь полу упаковочки. Здесь 10 грамм, 5 грамм осталось. Соль, перец. Солим, перчим. Солим, перчим. Не люблю, когда так рассыпало у меня. Сейчас я быстренько. Не той стороной положила открытую упаковку сухого чеснока. Полустала, засорвала. Прошу прощения. Дальше. И, ребята, самое главное, мы добавляем сюда лимонную кислоту. Если мы возьмём с вами жидкий сок лимона, сразу сметана свернётся. А когда мы добавляем чуть-чуть-чуть на кончике ножа лимонную кислоту, сметанка не сворачивается, но у неё... Шикарный вкус. Вот только мы с вами её возьмём. А, она сильно гранулированная, да? Тогда придётся брать ложечку. Крупная. Бывает очень мелкая, это прям крупненькая. Ребят, ну вот столько. Вот столько. Перемешиваем. Свежую зелень мы в этот салат не добавляем. Вы видите, сметана не сворачивается. А лимонный вкус будет. Главное, не переборщить. Равномерненько мы с вами всё это размешиваем. Это получается замечательно вкусный, очень вкусный соус. И заправляем наш салат. Размешиваем. Достаточно. Две ложечки достаточно. А оставшийся соус можно съесть просто, если намазать, например, его на хлебец или на какой-нибудь овощ. Размешаем. Помидоры очень сочные. Так, теперь мы возьмем с вами красивую какую-нибудь киосушку. Сейчас же сразу раз не найдёшь какую-нибудь красивенькую. Где-то у меня была такая с золотым ободком. Ну, сейчас это уже наверное не найдёшь. Ну, возьмём другую формочку с ике. Сейчас я быстро её потру. И выкладываем наш красивучий с необычным вкусом салатик. Некоторые девчонки добавляют ещё мускатный орех, но мне кажется, с базиликом мускатный орех это уже будет перебор. Так. Ну, что, мои любимые. Вот такой красивый, вкусный и яркий салатик у нас получается за 10 минут. Вкус нереальный, необычный. Вот кто попробует сделать по моему рецепту так называемый салат Парижель. Он называется Парижель. Пожалуйста, напишите в комментариях о своих ощущениях после вкуса данного салата. Ну, на сегодня время уже половина девятого, день прошёл. Всех люблю, всех целую. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Я рада каждому из вас. Завтра новый день, насыщенный, а вечером мы едем на концерт Розенбаума. Поэтому будет много видео, но приеду поздно, загружу поздно, но постараюсь поснимать по максимуму. До завтра!